Здравствуйте, меня зовут Гаухарт Усбергенова. Я пионистка, арт-менеджер. Вся история моя, профессиональная, творческая. Она, конечно, у нас у всех, как у многих, с детства. Мой отец очень известный дамбреев, композитор. И нужно понимать, что все свое детство меня окружали совершенно потрясающие и талантливые люди. И вот смело могу сказать, среди них вот и Нургиса Атлиндиев, да, Рамос. И я помню в школе, и, кстати сказать, Марата Бесингалиева я узнала позже. Первый я узнала его маму, потому что она работала в школе, Арухан Юсуповна. И вот таких личностей легендарных, которые воспитывали и, не знаю, создали этих великих людей современности. То есть я видела их в детстве и знаю вот уровень их общения, да, их смешные шутки. То есть это время, оно полностью, мое детство было напитано огромным количеством интересных, смешных историй именно творческих людей, соответственно, музыкой. То есть музыка была везде. Она была дома, она была в садике. Папа всегда меня брал с собой на работу в оркестр Курмангаза, да. И тогда я помню, что я по зданию носилась. Я видела тогда, там еще был балетный такой ансамбль «Салтанат». И вот когда у них там репетиции, я вот маленькая пробиралась, на это все смотрела. И каждый, то есть как будто я была дочерь каждого человека, кто там работал. То есть вот это ощущение огромной семьи творческой, да, то есть везде и всегда. Поэтому, в общем-то, естественно, не новость, что я стала музыкантом. Училась я в школе имени Куляж Бай Сиитовы, да, то есть это, я считаю, что это вообще кузница, наверное, самая такая великая школа в Казахстане. Это профессиональная школа. И честно сказать, я вообще хотела бросить это дело. Я закончила школу с красным дипломом. Ну вот в тот год, 98-й год, в Астане открылась новая совершенно такая творческая организация. Тогда она называлась КАЗНАМ, Казахская национальная академия музыки. Ныне это уже национальный университет искусств, ну такой, да, очень значимый в нашей стране. И вот я как бы, да, первая выпускница в итоге, потому что с моего класса нас 10 человек. То есть мы домашние дети, да, по сути. И вот мы все, где, да, такая романтика, мы приезжаем в новую столицу, надо сказать, в очень страшное здание. Мы увидели что-то такое общежитие, да, то есть это, простите, эти плесени на стенах и так далее. И как мы делали первую свою жизнь ремонт, да, там с обоями и так далее. То есть мы это все прожили. И я помню, что в то время здание было очень маленькое, а программа, как бы, по специальности, она всегда была очень серьезная. И вот очень хорошо помню, что мы не спали ночами, потому что в 8.30 начинаются уроки, классов с инструментами катастрофически мало. И нам нужно было попасть в здание, позаниматься в 5 утра. Но чтобы не проспать это 5 утра, мы просто не спали всю ночь, чтобы успеть первым попасть. Там же еще такое, то есть там 5 утра, все вахтеры в шоке. Ну, они знали, потому что это было каждый день, вне зависимости, на улице минус 43, там плюс сколько-то. То есть это значения никогда не имело, потому что мы все дорвались позаниматься. Безусловно, учителя, те, которые приехали тогда сюда работать, то есть для меня тоже таким значимым, да, человеком, вот именно по специальности фортепиано является Нурлан Тухтарыч Измайлов. Да, это профессор вот в этом университете. И вот тогда в новой столице, когда по сути все было страшно и ужасно, и мы не привыкли к таким условиям жизни, нам приходилось заново адаптироваться, и это, кстати, я считаю, потрясающая школа. Но вот именно Нурлан Тухтарыч Измайлов, наверное, это тот человек, из-за которого я здесь осталась. И почему я доучилась? Потому что я увидела эту огромную любовь к искусству, огромную любовь к своему делу. И тот труд, который они внесли, и тот трепет, с которым они относились к детям, к своим студентам. Они действительно как к детям относились, они всегда переживали, что мы едим, спалили мы вообще, понимая, да, что-таки студенческая жизнь, какая-то свобода, но при этом колоссаль. То есть вот в новом городе, да, совершенно в новых условиях нести вот эту важность, да, вот важность внутреннего баланса для того, чтобы создать что-то прекрасное, да, и услышать это. То есть это вот удивительное время. Вот, ну я вернулась в Алмату, поступила в аспирантуру, и вот тогда, конечно, открылся совсем другой мир. Почему? Потому что все-таки консерватория – это легенда, да, то есть это вот все люди, которые там работали на тот момент, когда я туда приехала, то есть они несли такую колоссальную историю всех предшественников. То есть это уважение и почет, то есть это вот эти династии, да, то есть династии у нас есть еще такая профессиональная династия, когда ты, ну понятно, там у меня мама, папа, да, дедушка, бабушка, как бы родные по крови. А есть еще и профессиональные династии, то есть это, то есть это хранители огромнейшего количества информации в веках, которые вот собиралась, вот. Ну и, конечно, для меня просто вот было открытием это вот такое уже такое общение, это у Бакирова жене Яхеевны, потому что этот человек, мало того, что она прекрасная пианистка, но как она, вот этот, она, понятно, вот в тот момент была ректором, и вот этот процесс управления, то есть мы всегда со стороны наблюдали, и я помню, что меня просто восхищало, то есть вот эта вот женщина, которая успевает все. Именно о жене Яхеевне когда-то в 2007 году, уже когда я закончила аспирантуру, да, как пианистка, в 2007 году открывалась магистратура по специализации арт-менеджмент. И вот она приглашает, говорит, Гухара, вот ты знаешь, у нас открывается магистратура по специализации арт-менеджмент. Я бы хотела, чтобы вот такие вот девчонки молодые, перспективные, чтобы потом, которые не уедут куда-то, будут работать здесь. Вот, ну, а в дальнейшем я поступила, поступила в докторантуру. А, ну, вообще там 17-й год, Рухани Жангру, и меня с театра срочно забирают, потому что очень мало, кажется, у нас музыкантов, арт-менеджеров, вообще в целом арт-менеджеров, которые могут новую программу. Тогда было поручение, что именно инструментами проектного управления, то есть вот по-новому, да, заводить. И я считаю, что это, наверное, первая такая реальная программа, которая была настроена именно на культуру и духовное вот это поднятие, да, вообще национального духа, да, как идеологии, действительно. И я помню, что я вот с театра ушла, ну, то есть меня вызвали, я пришла, первые три дня я была в полнейшем шоке, потому что я не понимала. Я вот только что сольный концерт у меня был, да, в зале, а тут мне какие-то бумажки, что вы хотите. Вот, и, в общем-то, по обыкновению сразу удали с головой, стали смотреть, и тогда еще раз увидела вот республику именно, то есть там вся аналитика, да, по стране что происходит, мы с ними на контакте каждый день. И вот, конечно, большим городам легче двигаться, это нужно признать, и как двигаются в регионах люди, да, и, окей, есть эти здания, но это не гарантировано того, что там что-то выстрелить, потому что гарантия – это прежде всего личный труд, да, то есть вот любой, то есть ты студент, там, школьник, неважно, взрослый человек, то есть через конкретно личный труд, свой внутренний вклад, и обязательно эта помощь придет, потому что сначала, я точно знаю, вариантов себя реализовать, их, ну, просто миллионы, да, понятно, что у нас там цифровизация, да, там, трансформация, да, но я скажу, вариантов моря, их просто нужно найти, для того, чтобы это найти, нужно просто признать эту ответственность, ее взять на себя и идти, потому что, ну, это тогда начинал только, может быть, единственный, кто это делал, да, фонд, скажем. Сейчас таких ресурсов гораздо больше, и это тоже факт. Ну и вот с 17-го года я там, я за это время защитила докторскую диссертацию, в сущности, она, по факту, она, как бы, да, действительно, она, это первая докторская диссертация по специализации арт-менеджмента в Казахстане. Для меня это, конечно, это гордость такая определенная, но в целом я скажу, что вот именно зная, как управляет сейчас вообще движется государственная именно культурная политика, то, безусловно, нам не хватает именно знающих и грамотных управленцев, то есть вот эти арт-менеджеры, да, то есть люди, которые о культуре знают не вот не понаслышке, а которые совершенно системно могут понять, что это значит культура внутри страны, да, позиционирование там за рубежом, перенятие опыта и так далее, то есть сколько этапов нужно пройти, хотя бы знать элементарные какие-то документы, да, или знать, как работает система, например, Министерства иностранных дел, в конце концов, да, то есть вот такое более обширное знание, и вот специалистов нам не хватает. Я считаю, что нам всем еще учиться очень долго, но я думаю, что мы к этому придем, и это очень важно, если мы хотим, чтобы мы вот как страна, то есть это уже сейчас, действительно, это уже, мне нравится этот тренд, да, казахи рулят, я прям от него кайфую, но я знаю, что и это еще не все, что мы можем гораздо больше, самое главное, чтобы люди захотели и пришли вот в ту специальность, которая им близко, не нужно придумывать себе, потому что он, потому что кто-то, потом, ну, другие примеры, они, может быть, мотивируют, но прежде всего услышать свою позицию, да, и задать себе вопрос, а что могу сделать я, и вот с этим настроем двигаться в мир, мне кажется, это очень важно. Вот, то, что сейчас я, да, вот официально, честно сказать, это тоже такой был у меня такой шок, потому что официально с 26-го числа, сентября вот 22-го года я как бы не работаю уже в театре, да, то есть я не работаю в творческой культурной какой-то организации, сейчас я совсем в другом месте, в Центре поддержки цифрового правительства, ну, там тоже я пришла, и мне кажется, это, я их вообще представляю, мне кажется, это такие джедаи, да вообще современности, потому что такие умные люди, я просто, я в таком восторге, оказывается, у нас столько молодых еще специалистов есть, да, кто-то закончил Сколково, кто-то еще где-то, и вот они тихо совершенно, может быть, это свойственно программистам, математикам, но они вот тихо, спокойно за компьютером, без всякого шума, без всякого крика, создают продукты странового масштаба, ты еще в больнице, да, условно, а у тебя уже все, то есть тебе ничего не нужно, нажал две кнопки, и тебе уже все дали, то есть как развивается у нас, и это делают вот эти вот молодые, спокойные, тихие ребята просто огонь, мне нравится быть частью этой команды, мне кажется, понятно, что технологии, то есть нельзя оторвать, да, технологии от искусства культуры, почему, потому что, ну, элементарно, когда ты идешь вот сегодня на постановке какого-то спектакля, ты увидишь там 3D-формат, да, там, ты смотришь практически кино, то, что раньше было невозможно, ты в оперном театре практически смотришь живое кино в действии, то есть это удивительные вещи, и это, я помню этот спектакль «Абай» мы ставили, да, или «Кожебек» в оперном театре, ну, как это мощно, как это шикарно, а потом все это еще вывозили в зарубеж, и прямо вот реально не стыдно, когда тебе там, ну, то есть это очень красиво, поэтому я думаю, что цифровизация, вообще любой процесс инновации, модернизации, вообще развития, он не связан с чем-то только определенным, да, каким-то направлением жизни там, то есть, не знаю, там, с юристами или там с программистами, он связан вообще со всем, и это очень, это классно, это новые возможности, и скорость потрясающая, надо просто быть всегда на пульсе, тогда много успеешь, и классно вот быть в этом состоянии потока. Прежде всего, это, конечно, вот то, о чем я говорила, и мне кажется, это признание личной ответственности. Это, сегодня это важно не только там для начинающих ребят, да, студентов, но это и в госуправлении, то есть сейчас любой руководитель большой там организации, прежде всего, и все его замы, то есть любой человек, который работает в любой сфере, мне кажется, вот признание ответственности за результат, собственное, да, ответственность, что ты сделал до того, и как ты, то есть, потому что все меняется, и нельзя быть таким, как раньше, там, не знаю, где 30 назад, да, мир меняется, и мы меняемся, и любое изменение происходит именно через личные изменения, поэтому быть к этому готовым, не бояться смотреть на все широко открытыми глазами, и вот как вот это выражение, да, Черчилль, оно известно, да, ну, не терять энтузиазма, потому что нет гарантии, что получится все, но это потрясающий опыт, и нужно двигаться дальше, не терять энтузиазм и радоваться жизни, она просто уникальная, да, удивительная. АПЛОДИСМЕНТА 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 Спасибо.